1 апреля 1973 года я поступил на работу в московскую концертную организацию Москонцерт. Это было удивительное сообщество странных людей, про которое можно было сказать, что это была своеобразная еврейская автономная область в районе Москвы. Среди прочих там работала уникальная женщина, звали ее Тамара Исаковна Герзонна. Назвать ее красивой это все равно что назвать июль зимним месяцем. Курила она практически без остановки и все время жевала какую-то резинку. Самым большим подарком для нее было, когда она получала пачку этой жвачки. И вот на огромном языке, при, прямо скажем, большом по объему носе, лежала маленькая жевательная резинка. И придя впервые в колонный зал Дома Союзов, где Тамара Исаковна Герзон представляла Москонцерт, она курировала все концерты, которые проходили на этой очень престижной площадке. Я вошел в маленькую комнатку, она находилась за сценой. Вошел в сопровождении своей жены и концертмейстера Эллы Тахтаровой. И моя концертмейстер обратилась к Тамаре Исаковне Герзон, которая, кстати, в конце сороковых годов отсидела свое по культу личности. Так что лексикон у нее был лагерно-нормативный. Обращаясь к ней, Элла сказала, Тамара Исаковна, вот это молодой артист Хазанов, это его жена Злата. Глядя на нас, она произнесла одну фразу, мне чтоб встать, и тихо поинтересовался, каким номером я иду. Она посмотрела программу концерта и сказала, четвертым. Я попытался выразить сомнение, сформулировав, что вряд ли мой жанр может так рано идти в концерте. Она, не поднимая головы, сказала, так пойдете после концерта, для вас это будет вовремя. Продолжение следует... Продолжение следует...